Йоу братва, прямо сейчас я нахожусь на центральном рынке и без лишних слов покупаю 478 алюминия на 220 миллионов. Зачем он мне нужен, я еще расскажу, хотя думаю по точильным амулетам и так все понятно. Опачки, тут мне предложили интересный бизнес, водную нефтевышку под номером 245. Находится она в неплохой локации и при условии, что в ближайшие обновья эту работу хорошо бустанут, я реально уже задумался о покупке. О, говорит, что ему уже дали за нее 1 миллиард, а у меня на руках 847 миллионов. По факту ты покупаешь кота в мешке, а вдруг после выхода обновления ничего глобального не поменяется. Будет интересно потом взглянуть, правильно я поступил или буду все же жалеть о том, что отказался от сделки. А тут, к слову, подписчики напали и кажется я попробую толкнуть им свой морской топор. Реально я его пытаюсь продать уже целый месяц и в лавке никто не покупает. Мы внимательно обсуждаем цену, сошлись вроде на цене 90 миллионов и вы посмотрите, что делает этот кассионыш владелец водной нефтевышки. Он подбежал к Франческе и шепотом сказал, что на Вайсити морские топоры продаются по 60 миллионов. Надеюсь, он не передумает, потому что это реально правда. Быстренько сливаем его за 90 миллионов и аллилуйя, я от него избавился. Хотя, с другой стороны, у него в лавке продаются дрова, по всей видимости, пацанчик хочет увеличить свою прибыль, это правильно? Делаем фоточку с подписчиком, ну и по полной закупаемся точильными амулетами. Итак, теперь я на ферме и вам словами не передать, какой сейчас спрос на леный хлопок. Я помню времена, когда эти ресурсы скупали по тысячи, по полторы за штуку. Сейчас же, чтобы хоть как-то конкурировать, мне приходится выставлять скупку по 5500 за один ресурс. Если я не ошибаюсь, за один час на ферме можно нафармить 1800 льна и хлопка. А в деньгах это около 10 миллионов, что в принципе достойно. Хотя ладно, забираю свои слова назад, вы посмотрите, что происходит на поле для выращивания деревьев. Тут стоит игрок и скупает дрова по 900 баксов за штуку, это прям очень вкусно. И если использовать тот самый морской топор, который я продал подписчику, то за один час здесь можно заработать нулямов 15. Это я так, беру по минималке. Передаю приветики всей братве, кто сделал себе фамилию Малфой, ну и наконец-то я скупил весь нужный хлопок. Как вы знаете, в этой деревушке в пустыне Лас-Вентураса у меня есть 4 дома, и в каждом из них куплено улучшение на депозитные условия. И с выходом последнего обновления я очень часто вижу объявления игроков, которые ищут себе дом для подселения по очень интересным ценам. Я наголеть не буду и укажу цену 30к за час, и при таком раскладе можно сделать себе хорошее ФК заработок. Правда, никто мне звонить что-то не спешит, но вы если что будете в курсе, я готов вас подселить. Разбираемся с объектами, которые месяцами лежали в шкафах, и вот скажите мне, разве это не знак от вселенной? Мой охранник тупо бежит в одну и ту же сторону, и я вот не пойму, что он хочет этим сказать. Здесь обычный дом, объекты из Куби-Дом, может вы хоть в комментах напишите, в чем же дело? Хотя, кажется, я знаю, охранник намекает на крафт, и так как все ресурсы я собрал, вылетаем в Вайс-Сити. Ну что, я думаю, одного Сэма Мэйсона мне будет достаточно, мне нужен охранник, который будет давать больше бонусов, минус 9% к ресурсам для крафта. Спавним нашего охранника, ну и конечно же, что мы сегодня будем крафтить? Конечно же, нашивочки, ну выбираем 10 попыток, айдишник у меня 98, и опять же, если за 10 попыток не крафтится, то я перезахожу, и будем так вот хотя бы кое-как пытаться в счастливый айдишник. Там сейчас идут споры, работает это или не работает, опять же, напишите ваше мнение в комментариях. Мне кажется, что работает, но я надеюсь, что прямо сейчас выбоет нашивка. Опа! Хорошо. Так, и что, не работает счастливый айдишник? Вот сейчас еще одна залетит. Залетит от... Ладно. И вот, вот, сейчас, сейчас, смотри. А, ладно. Хорошо, ну в любом случае, одна штучка уже, я чувствую себя хорошо. Мне надо еще хотя бы две. Я вот 100% окупился. Вот застанься-ка лайк можно поставить, реально. Неудачно. Неудачно. А, ладно, неудачно. Ну, за 10 попыток одна штучка, я считаю, что нормально. Неудачно. Минус. Еще раз минус. Блин, да сколько можно, давай. Неудачно. Неудачно. Короче, походу, надо перезаходить, я так понял, да? Ой, фух, я испугался, пойде я. Так, 20-е минус. Айдишник у меня был 98. Вжух. 521. 10 попыток. Пожалуйста. Я верю. Хотя бы одна-две нашивки. Минус. Третья минус. Пятая тоже минус. Шестая минус. Ммм. Ммм. Пожалуйста, 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 пожалуйста. И перезаходить я не буду. Потому что релох у меня был длительностью 20 минут. Вот это я, конечно, встрял. Ну, ладно, шо уже. У меня примерно 13 попыток там выйдет, да? 14 может. Ну что, 10 попыток, пожалуйста. Лутка, оно такое. Минус. Минус. Короче, господа, если вы соберете на этом видосе тысячу лайков, я замучу немного попыток, но супердорогого крафта. Видеокарты RTX 4090, может быть. Главное, чтобы вы поставили лайк. А пока что идем по стабильному. Минус. Боже, Стасик, ну помогай. Ну, ё-моё. Я зелененькую надпись сегодня увижу вот здесь вот в углу или нет? Ой, вы шо? Ну как? Ну как просто? Да уже нет смысла перезаходить. Мне уже попыток не осталось. Давайте так, если с трех попыток скрафтится две нашивки, обещаю сделать розыгрыш на 20 тысяч азэкоинов. Вот реально. Из трех попыток две нашивки, разыгрываю 20 тысяч азэкоинов прям в этом видосе. Сейчас за меня молится весь ютуб. Две из двух осталось. Все. Расслабили булки. Розыгрыша не будет. Ааа, или будет. Подожди. Хорошо. Я разыграю 10 тысяч азэ. Все, что вам нужно сделать, это поставить лайк и написать комментарий. А итоги будут в моем телеграм-канале. Перемещаемся мы на касса Гранде и нужно заточить эти две нашивки на защиту. Благо у меня есть огромное количество точильных амулетов. Прогресс пошел. Ну и вуаля, все нашивки третьего левла. По балансу у меня 887 миллионов. И как раз таки, если повезет с продажей, то прям сегодня я смогу себе позволить еще одну шкатулку кладоискателя. Да, немного подсел на эти шкатулки. Хочу скопить их как можно больше. Ну и мы переместились в новый день, где слава богу удалось продать нашивки. Комиссия, правда, схавала где-то миллионов 8. На балансе 1,2 лярда и мы влетаем в банк. Зарплаты 30 миллионов, еще с депа 40 кака. Ой, снял больше, чем нужно. И теперь чистой душой подаем такое вот объявление. И не пугайтесь, что делаю я все на касса Гранде. На моем сервере они частенько продаются. И здесь может получиться даже выгоднее, чем на Вейсити. Ну да, по средним ценам 1,2 миллиарда. Даже вот выходило еще дешевле. Итак, первая шкатулка за 1,3. Нужно обязательно проверить остальные лавки. И прям в точку не прогадал. Здесь продается на 50 миллионов дешевле. Давайте попробуем дозвониться к продавцу. Но он, к сожалению, АФКшит, ладно. Покупаем шкатулку кладоискателя. И можете меня поздравлять, это уже третья штучка в моем владении. Оцениваются они в данный момент примерно в 3 миллиарда и 750 миллионов. Ну и каждые 48 часов я их буду открывать и фармить себе ресурсы. По балансу остается 69 миллионов. И нужно к обновлению накопить хотя бы миллиард. Открываем рулетки, которые нападали с сундуков. И сейчас у меня имеется 720 за коинов. По-любому выйдут праздничные квесты. Туда-сюда поднакоплю и 20 ноября куплю еще одну шкатулку. И советую вам не упускать такую халяву. Оставляйте аккаунты в АФК. Деньги зарабатываются очень легко. О, почки. А я все-таки дождался. Вот человечек хочет подселиться в любой дом. Правда, со сроком немного не то, что мне нужно. Но почему бы не заработать лишние пару лямов? О, прикол. Мой охранник откинулся в больничку. Походу забыл его накормить. Встречаемся с пацанами. Заселяем первого на сутки за 2,4 кк. Ну еще и второго за 2,4 кк. В жизни не мог подумать, что обычное заселение в дом будет пользоваться спросом. Перемещаемся на центральный рынок. Сливаем немного хлама с купщиком. Ну и вуаля, наш охранник уже полностью здоров. Быстренько его призываем. В инвентарь засунем немного мяса, пускай кушает. Ну и вы все знаете, что он дает плюс 15% к зарплате во фракции. Буквально полчаса назад я увидел комментарий подписчика. И он просто гений. Я действительно забыл о том, что военный билет дает надбавку к зарплате во фракции. Так что перед обновой я его обязательно должен купить. Ну и что ж, перед таким прекрасным отделением я готов открыть все свои три шкатулки. Бум! Сразу ларец, семейные талоны, ностальгические ящики, бронза. Так слушай, бронзы сразу 20 штук. Ларца 2, ну и фам талоны ровно плюс 41 штучка. Открываем вторую. И здесь деталь тюнинга, а за коины еще серебро. По асэшкам плюс 32 штучки. А серебра плюс 30 кусков. И в принципе еще неплохо. Ну а последняя шкатулка выдает снова ларец кладоискателя, рога, аптечки и евро. Примерно по моим подсчетам только что я получил призов на сумму в 7 миллионов и 200 тысяч. Понятное дело, за эти деньги можно собрать майнинг фермы и они будут приносить намного больше прибыли. Но вы не забывайте о том, что шкатулки кладоискателя слететь не могут, а вот дома с майнинг фермой очень даже легко. Три-четыре дня забыл оплатить налоги и все, плакали твои денежки. А шкатулки ты открываешь каждые два дня. У тебя есть огромный шанс выбить отсюда дорогой предмет. Например, как запечатанный сертификат на транспорт стоимостью 300 миллионов.